Девочки, всем приветик! Нет, я не забыла. Я прекрасно помню, что я каждый месяц снимаю видео о покупках за прошедший месяц. И в этом видео я показываю покупочки за август. Давай начнем с уходовой косметики. Так, давайте начнем. Покажу, наверное, сначала немножко уходовой косметики. Первое, что я приобрела, это было вот такое вот мыло от бабушки Агафьи, черное. Наверное, все его, конечно же, уже знают. Почему я его взяла? Все же сравнить с мылом от Флоресана. Черное мыло Флоресан, оно на 100 рублей дешевле. Девочки, мой итог. Флоресан пенится намного сильнее, потому что в нем больше SLS парабенов. А в этом меньше вот этой всякой прочей гадости. И это мыло немного меньше пенится. Я пробовала им мыть волосы, мне не понравилось. Волосы какие-то сухие, как будто бы теряют жизненную силу. Мне это совсем не надо. Меня, наоборот, стараюсь увлажнять. Поэтому только моем тело. Мне очень нравится. Листик, конечно же, здесь был. Никуда его не украли. У него вот такое вот мыло. Прекрасный аромат. Я уже вот столько уже использовала по банке. Это за полтора месяца где-то. Из такой бюджетной уходовой косметики я купила такой вот тибетский тревяной шампунь для всех типов волос, объем и сила. Значит, это планета органика. Мыльного ореха, органического масла, красного сандала и девяти высокородных трав. Значит, здесь заявлено то, что в составе вообще, в принципе, нету парабенов, никаких ларисульфатов. Вы знаете, в принципе, заявлено, что деликатно очищает волосы, доставляет им такую жизненную энергию и силу. Что бы я вам порекомендовала? Наверное, я бы не порекомендовала этот брать шампунь. Вот я его совсем немножко использовала, наверное, раза три-четыре. И вы знаете, я вот каждый раз, не тянется у меня рука к нему, когда я иду в ванну мать голову. У меня больше тянется рука к органик шоп. Но вот к этому тибетскому шампуню от планеты органика, я вообще как-то, не лежит у меня душа. Потому что после мытья волосы вроде бы чистые. Но вы знаете, такое ощущение, что этот шампунь их лишает какой-то силы и блеска жизненности волос. Вот тусклые, что ли, какие-то делать. Естественно, это большой минус для меня. Вот, в принципе, так, домую его, буду им смывать, наверное, масла с головы. Огрешит ли на этот шампунь, но мне кажется, что у меня от него стали выпадать волосы. К сожалению, стоит он 80 рублей. Очень большой выбор всяких с разными составами для всех типов волос в таких обычных масс-маркетовских магазинах. Хочу сказать, что больше я такой шампунь брать не буду. Лучше я возьму органик шоп и буду безумно им довольна. В очередной раз я еще взяла, опять же, такой вот гидран-лижеры. Крем для нормальной комбинированной кожи для Руш-Посей. Крем этот на термальной воде основан, без парабенов, прекрасное увлажнение кожи, бархатистое, мягкое. В принципе, то, что мне нужно. Пользуюсь этим кремом я уже в третий раз, третий мой тюбик приобрела. Нет никакого навязчивого запаха, очень легкая текстура, быстро впитывается. Наношу его только на ночь, потому что на день у меня другой совсем крем. Очень он мне нравится, но единственный минус в том, что не в креме, а, наверное, в погодных условиях. Потому что сейчас уже, конечно, на сентябрь-октябрь нужен крем с витаминами для моей кожи. Но я пока как-то сильно, у меня нет сейчас времени, очень я занята сейчас. И заморачиваться, искать вот с витаминами, я так порылась примерно по отзывам. Я не нашла подходящий для меня крем с витаминами. Есть крем с маслом корритте. Девочки, вот кто каким-то пользовался, вроде бы от Локситан есть. Кто пользовался, напишите свой отзыв, пожалуйста, мне под этим видео. Я с удовольствием почитаю. Вот, все же посоветуйте, может быть, у вас какие-то есть хорошие крема, которые вы пробовали для комбинированной кожи. Это зона у меня жирнится. Вот, этот крем, конечно, так хорошо регулирует, вот увлажняет и лицом утром такой свежее личико, да. Оно такое розоватое, знаете, ну такой вот персик прям, да, бархатистая, мягкая кожа. Очень мне нравится, поэтому я пока рискнула хотя бы еще сентябрь попользоваться им, а вот начнется слишком холодно, то, естественно, мне уже понадобится более такой плотный. Вот, с весны по лето, вот, по вот такую начало осени пользоваться этим кремом вполне нормально для меня. Для меня это на самом деле находка. Я, конечно, просто в восторге. Ой, за сколько я это купила? За где-то за около 200 рублей. А, 180 рублей, да, в аптеке. Увлажняющий лосьон для лица, роза называется, для нормальной кожи. Апотека Шеллер. Я не знаю, кто в курсе, наверное, многие, может, девочки, кто посты читает, видели про эту серию. Лосьон роза, он идет для нормальной и сухой кожи. Так как он был один в аптеке остался, то у меня фармацевт, как обычно, она мне там девушка хорошая такая, она все время советует, она мне посоветовала обязательно, вот, на белом, наверное, не видно, приобрести. В принципе, я, наверное, боялась, что, наверное, не подойдет мне, скорее всего, так как у меня она больше жирнится и комбинированная, то все же я рискнула взять. Я, конечно, девочке была поражена этим, вообще, как действует на мою кожу вот этот вот лосьон. Первое, что мне понравилось, когда я его наношу, я вношу утром и вечером на очищенную кожу лица, как обычный тоник. Вы знаете, во-первых, приятный аромат, во-вторых, кожа такая, тоже бархатистая, вот, наверное, как от крема от L'Aroche-Posay, вот такая же, она бархатистая, она мягкая. Никаких тут вот, фу, покраснений, высыпаний у меня не вызвало. Очень мне понравилось то, что такая кожа как мягкая, вот тут же буквально обновидный результат, наверное, с первого там нанесения нанесла, и кожа мягкая-мягкая, так не хочется прикасаться. С ценными эфирными маслами он идет и очищает поры, и ее нежно освежает, увлажняет, то есть потому что алоэ-вия распособствует восстановлению кожи, увлажняет, препятствуя потери эластичности. Так и есть, девочки, вот еще раз поближе покажу. Вот, ой, фокус, наверное, взрывай. Вот, отличный просто вообще лосьон. Единственное, наверное, то, что вот когда помпа вот здесь вот открывается, она вот таким вот образом, вот видите, с пульвизатором, да, в такие маленькие флакончики из-под ранних других продуктов каких-то, выливают и распыляют на лицо. Вот я сейчас, кстати, найду тоже себе, ищу такую вот пустую баночку или какое-то средство приобрету и тоже туда перелью. И намного экономичнее расход продукта, кстати. Еще приобрела в аптеке, это была вот такая вот крем-маска для волос, шоколадная с коллагеном. Здесь, значит, в составе репельное масло, экстракт каштана и лимонника. Баночки на самом деле, вот видите, как краска для волос. И вот она у меня уже здесь сжалась, я ей пользовалась. Здесь просто откручивается помпочка, и я ее разношу вот так понемногу по волосам. Не могу сделать окончательный вывод. Я знаю, что многим людям она нравится, и мои знакомые, и кто брали. Лично по мне, я не буду ее сейчас сильно нахватывать, конечно. Меня немножко огорчило, когда я уже пришла домой, увидела, что здесь содержится пропил парабены. Разочарование возникло, потому что все же я больше люблю, если маски, так более-менее натуральные для вас. Примерно такой матовый эффект, примерно как от маски от ДНС, которую я вам показывала, ореховое масло для волос. Вот девочки знают, многие тоже покупали после моего видео. И поэтому давайте я, наверное, уже расскажу это в пустых баночках, когда я закончу, и итог скажу. Все, я приобрела из-за входа вот такой вот органик шок, нежный пилинг для лица. Размытые у меня мнения о нем. Здесь содержится органическое масло, манго, масло-прикосовые косточки, магнолия. Пилинг других марок, и он намного лучше справляется, чем вот этот вот, от органик шок. Потому что, ну я не поняла вообще, как бы, смысла в этом пилинге. Но он как бы чистит, как будто как нежный-нежный скраб. Просто вот так вот очищает кожу. Кожа просто мягкая, обычная, такая бархатистая. Я не возьму, так ничего особенного. Тут недавно в декоративном отделе, и стояла у стенда с Лориаль. И что-то я, мне в голове вспомнилось, думаю, у них же новые помады, думаю, я хотела вот как-то потестировать, попробовать. К сожалению, я была в таком магазине, в Улыбке Радуги, там нет у них тестеров на эти помады. На помаду Лориаль Рушкарес. И как раз, как это, как западло, да, я не читала ни в интернете, ни как-то вот не натыкалась ни на отзывы об этих помадах. Ну и думаю, я думаю, надо все равно, думаю, какой-то оттенок взять. Потому что, когда я увидела какие-то оттенки, девочки, вот через тюбики, через вот такие вот цвета, я просто, конечно, думаю, ого, вау, ничего себе, какие красивые. Значит, сейчас расскажу, в чем дело. У них хорошее количество оттенков, они довольно все красивые, но единственный минус в чем? В том, что все цвета проявляются по-разному. Вот, допустим, я взяла оттенок 07, когда я пришла домой, нанесла ее. И вот реально, девочки, захотелось пойти еще купить, там, два цвета было. Думаю, похожу-ка я с ней, значит, по дому, пока тут туда-сюда, потом выйду еще, зайду в магазин и куплю что-нибудь, выберу еще какие-нибудь оттенки. У меня сначала в первое впечатление, когда нанесла на губы, у меня был взрыв эмоций. Я думаю, вау, какая классная помада, за такие деньги. Ну как за такие деньги? Там, в принципе, она стоила, я купила за 470 рублей. Я не считаю, что это дешево для Лореаля. Вот, и думаю, ну как бы, вроде цена такая недешевая, и в то же время и качество такое классное. Вообще, мне понравилось то, что когда я нанесла, знаете, она очень мягкая, она ничем не пахнет. Оттенок вот в тюбике, да, вот сейчас у меня очень темно в квартире, вот, такой насыщенный розовый. Этого цвета надо, наверное, раза, не знаю, 4 точно провести по губам. Но, знаете, уже такое ощущение на губах создается, думаю, боже мой, сколько я помады нанесла, дискомфорт такой появляется. Наносите вы его на бальзам, он все равно через полчаса начинает сушить ваши губы. Он их подсушивает, и возникает ощущение не именно у этой только помады, а у всей серии помад. Надо подкрасить, немножко увлажнить губы. Губы, который держался хотя бы, как вы хотите, на ваших губах, вам через каждые полчаса, минут 40 надо подкрашивать губы. С любым цветом из этой серии. К сожалению, это так вот. Вот единственный, вот такой большой минус. Эта помада, которую вы видели, наверное, все в предыдущем видео, это Rimmel 038 Inwash. Вот такой вот красивый, ягодный, вишневый, немножко к фуксии оттенок. Очень красивый, ясно-сивый цвет. Девочки, всем советую, кто хочет вот такую помаду, посмотрите, какой цвет. Вообще, ой, свет, свет не видно. Вот, вот, очень красивый цвет, советую. Вообще безумно долго стойкая, пока вот вы ее, наверное, не удалите средством каким-то для снятия макияжа, или вот даватным тампоном, там хорошо не сотрете, то она у вас будет держаться. Следующие, девочки, что я приобрела, это был вот такой белорусский блеск для губ. Вот, отличного, просто, отличного качества за 70 рублей, да, или за 80. Блеск для губ с зеркальным эффектом. Четвертый тон, страсть три он называет. Никуда не течет. Отличное качество. Я вот своей маме купила тоже такой же блеск, еще один, только другого цвета. Безумно пигментированный, никаких блесток, плотное такое красивое покрытие, вот. Вообще, девочки, на губах губы объемные, кто хочет объем, обязательно приобретите вот этот вот блеск. Вообще шикарный, никакого постороннего запаха, чуть-чуть немножечко карамелью пахнет. Вообще классно. Наносить не надо, ни по сто раз вот не проводить, никаких полосок не остается, в складке не забивается, полоску не образуется. Наношу с первого раза. Кисточка единственная, что вот такая вот, немножечко неудобная для меня. Вот она, видите, она такая в форме циферки 8, вот такая она. Вот. Здесь нигде ничего не вытекает, сколько раз открывала с собой, вот сумки иногда наношу, потому что губы делает такими объемными, пухлыми. Классное качество, спасибо вам. Итак, девочки, вот такие у меня были покупочки небольшие. Надеюсь, до вас я донесла какую-нибудь, может, нужную информацию. Всем спасибо за просмотр, за ваши подписки, за добрые ваши комментарии. Потихонечку выполняю все ваши запросики и всем пока, всем счастливо.